друзья всем привет доброе утро отличного рабочего дня и настроения мы его вам точно обеспечим информационно как минимум потому что с нами на связи главный украинец москве роман цымбалюк рома приветствуем тебя рады тебя видеть влад взаимно привет ну неделя прошла скажи пожалуйста как твои ощущения невероятное количество событий особенно то что разворачивается в окруз вокруг александра григорьевича лукашенко вокруг беларуси в европе по этому поводу в россии все это будем обсуждать но как ты прожил в москве вот эту информационную повестку дня скажи пожалуйста ну как работаем пытаемся проанализировать сделать выводы и вот мой главный вывод такой что не всегда это идет нам на пользу но по сути мы видим как на границах украины на севере и на востоке возводится новый железный занавес и с этим нужно считаться по той причине что конечно хорошо что мы на правильной стороны 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 этого железного занавеса за исключением оккупированных территорий но понимаешь когда ты живешь возле железного занавеса значит ты не можешь торговать со соседями торговать общаться без проблем и это минус хотя это не наш выбор если мы говорим про российскую федерацию а с белорусами ну шансы наверное каким-то образом не уйти вот в такую стопроцентную экономическую войну есть и я надеюсь что это будет сделано по той причине что далеко не все страны разрывают отношения с республикой беларусь и это на постсоветском пространстве вообще-то наш один из ключевых экономических партнеров то есть вот мне эта история то есть я понимаю как это логику развития событий но я не являюсь человеком который радуется по поводу того что запретили белавия в украине почему по той причине что да с полностью сочувствую роману протасевичу который является заложником лукашенко но тут есть вторая сторона на медали и дело не в перелетах транзитом через минска в москву в москву через минск меня это не касается потому что я этот маршрут последние года не использовал потому что мне что-то немножко жутковато в минске было лично ну такой я впечатлительный а в том что белавия давал 10 процентов перелетов нашей стране то есть доходы украера руха доходы аэропортов ну и так далее то есть все эти санкционные дела они не создают условиях для того чтобы мы были богаче и это грустно по той причине что ну видишь беларусь государство государство которое в сложной ситуации и я в данном случае не как-то не настроен на то чтобы тут ерничать и говорить что такими надо этим беларусам ничего себе ну все зависит у них от их диктатора и будем смотреть как будет развиваться ситуация да поговорим еще будет несколько вопросов по поводу беларуси также я предлагаю тебе обсудить вот санкции до против лукашенко визит его который состоялся на прошлой неделе в сочи его встречу с владимиром владимировичем путиным тут есть что обсудить но предлагаю все-таки начать с темы ареста силовиков сотрудников бнона до большие сроки получили правоохранители это дело голунова ивана до журналиста медузы очень интересный кейс сейчас прямо начнем его обсуждать друзьям но перед тем как мы перейдем к темам и с ромой призываем вас нажать кнопку лайк прямо сейчас нам очень важна ваша поддержка нажмите кнопку лайк нажмите кнопку подписаться мы называем вещи своими именами и не боимся быть свободными на канале свободный канал промы цимбалюка друзья подписывайтесь не смотрите каналы олигархов ставьте лайк и погнали давай все-таки начнем к политике международной и наших соседей перейдем немножко позже все-таки иван голунов я хотел бы обсудить с тобой эту тему журналист медузы который наверное широко кейс этот стал известен после того как ему были подброшены наркотики до эту ситуацию прокомментировал лично владимир владимирович путин при том что он осудил сотрудников полиции до многие уже говорят о том что это внутри ведомственная борьба и так далее так далее но что интересно сотрудники получили 12 лет лишения свободы полицейские получили 12 лет лишения свободы 7 лет лишения свободы и пять лет лишения свободы вот это очень интересная ситуация потому что я и не припомню чтобы в украине кто-то получил 12 лет лишения свободы не говоря уже о прокурорах силовиках и вот вот этой вот касты скажи пожалуйста как воспринимается эта ситуация в россии и является ли она Она вообще каким-то маркером, что ли? Ну, как-то ты интересно так пробросил с Украиной, типа, что у нас не садят. Но мы все ждем посадок, все верим в Зеленского, потому что он у нас единственный президент, другого у нас пока нет. Но на параллели все равно она такая очень тревожная. Как мне кажется, по той причине, что она не совсем корректная. Может быть, у нас не садят полицейских на сроки от 5 до 12 лет, потому что они не подбрасывают журналистам наркотики. Наверное, вот это важно. Теперь, что касается вот этой внутри российской истории. Понимаешь, в чем дело? Ты как бы подводишь все к тому, что Россия страна счастья, справедливости и верховенства закона. Но как бы не так. По той причине, что, понимаешь, страна большая, Украина большая и вообще любая страна большая в сравнении с конкретно взятым делом. И не всегда можно достучаться непосредственно до президента. В данном случае, про которую ты рассказываешь, история с российским журналистом, который писал о мафии, которая контролирует кладбище. Везде, понятно, там большие деньги, места. Масса у него была сюжетов. В конечном итоге ребята, которые всем этим занимаются, подумали, да посадим эту морду писательскую, будет сидеть в тюрьме за наркотики. Дело было абсолютно сфальсифицировано. И если бы не общественный резонанс, это, наверное, один из немногих случаев России, когда вот этот резонанс, и в том числе там Эхо Москвы к этому подключалось, когда они сказали, ребята, это просто фальсификация. Потому что его обвиняли в том, что он занимался сбытом этих наркотиков. Там, понимаешь, там даже на сайте они говорили, что его задержали, а фотографии с этими наркотиками, они почему-то были из другого места. Ну, короче, абсолютный беспредел. Ну, смысл в чем? Что, ну да, в данном случае все и для Голунова тоже обошлось. Хотя история такая очень интересная. Тут же были несанкционированные акции по поводу него. Но как только его отпустили, Медуза сказала, что все, мы нашего сотрудника вытянули, а все остальные пусть сидят. Ну, это уже другой момент. Поэтому проводить параллели здесь с Россией и Украиной просто не имеет смысла. А если ты хочешь говорить про Украину, то мы на каждом, каждый вторник я говорю одну фразу, что если Зеленский проведет судебную реформу, то войдет в историю Украины. Ну, не знаю, тебе виднее. Там есть какие-то наметки. Но я пока не вижу кардинальных изменений в этом плане. Ты их видишь? Возможно, они будут, в принципе, до конца каденции еще три года. Так что можно работать как раб на галерах. Я говорю о Владимире Александровиче. У нас тут часто некоторые параллели между ним проводят и Путиным. Мне кажется, пока рано. Смотри, я сразу откорректирую. Я не хочу сказать, что в России лучше, чем в Украине. В этом плане обстоят дела. Ни в коем случае. Я как человек, который проводит расследования, и не просто говорит, но и пишет заявление по фактам своих расследований в правоохранительные органы. Буквально несколько дней назад я по поводу Кличко написал в НАБУ, собрал все доказательства, спаковал, отправил, вот жду результата. В нарушении закона трех суток это заявление никто не регистрирует, хотя должны за сутки, 24 часа регистрировать. Но вот мне интересует сам кейс реализации правоохранителей, не говоря уже про обычных граждан. Насколько вот эта ситуация вообще с наказанием правоохранителей в России стоит вот остро? Эта история, про которую мы говорим, она закончилась, можно считать, справедлива только по той причине, что после общественного резонанса, ну, я так понимаю, прям в Кремле сказали, слушайте, вы что, охренели как бы? Вы ставите под угрозу стабильности режима, там какие-то митинги в результате проводятся, потому что кто-то хочет там где-то мутить баблон на кладбище. И дали команду разобраться, ну, так, как оно есть. Вот и все. Еще раз, это лишний раз подчеркивает, что эта система, она работает исключительно в части правоохранителей, вот так вот, как она завершилась, в ручном управлении. Это не является какой-то нормой. И Россия в этом плане ствона, наверное, чемпиона мира по количеству обвинительных решений. То есть, если ты проанализируешь там даже и там кейсы, дело даже не в украинских политзаключенных, которых всегда судят, потому так, как требует прокуратура, следствие ФСБ. То есть, никогда не отличается вердикт суда от того, что запрашивают обвинение. Ну, вот, практически всегда эта норма, то есть, эта практика, она используется и на россиян в том числе. Понимаете, что следствие сказало, давайте посадим его на 10. Ну, его и садят. Вот из свежего. Вот, ты можешь представить, чтобы враг Путина, который, ну, по сути, покушался бы на его власть при таких обвинениях, которые выдвинуты Медведчуком, уехал бы под домашний арест. Ты вообще представляешь такую опцию в принципе? Ну, можешь представить в России? Нет. Ну, скорее всего, ему просто голову бы проломили в прямом смысле этого слова, или жил бы в эмиграции. Так вот, вот разница между Украиной и Россией. Она не всегда в нашу пользу, но в данном случае я просто не вижу смысла проводить параллели. Окей, погнали дальше. Давай поговорим про ситуацию с Белоруссией. Все-таки, вот, неделя прошла с момента вот этого скандала с самолетом. Переосмыслили мы что-то? Возможно, изменили какую-то точку зрения. Какая риторика в Москве? Ой, тут так забавно смотреть. От Лукашенко, по крайней мере, пропаганда требует расплаты. Они тут прямым текстом заявляют, как это так? Ты приехал в Сочи, купался в нашем Черном море. Хотя, почему они его называют нашим, ну, в смысле, российским? Если мы, как ты помнишь, украинцы его выкопали, наверное, для того и выкопали, чтобы теперь в этом море купался холодно. Море, потому что не сезон, как говорится, Александр Григорьевич. Они, пропагандисты российские, на него обижены, что денежки он взял. 500 лямов на американских долларов он увез в Минск, для того, чтобы дальше, как бы, спонсировать свою диктатуру за счет, ну, российских долларов. Да, тут нет противоречия. Так бывает. А Крым-то не признали они. Вот это главный момент, что, то есть, пропаганда вот просто вяжет женскими и мужскими голосами о том, что, как это так, Россия последний союзник, и в рамках союзнических обязательств вы обязаны признать Крым, ну, или хотя бы начать летать в Симферополь. А, как мы знаем, белорусы на этот шаг не пошли. И, мне кажется, правильно они сделали, по той причине, что я смотрю с точки зрения украинских интересов, в теории, через некоторое время этот вопрос можно будет разрулить. Даже с Белави, с небом и нашими самолетами, которые летают в Минск и, соответственно, в Киев. Но если они начнут летать в Симферополь, все. То есть, если сейчас этот железный занавес в части Беларуси, он еще не выглядит таким вот, знаешь, порохшим мхом, как с Российской Федерацией, но если они признают аннексию Крыма, то все до побачения, как говорится. Нам только останется через некоторое время не признать аннексию самой Беларуси. Сейчас этого нет. Есть много разговоров о том, что там Александра Григорьевича съели, заставили его купаться за 500 миллионов долларов в море холодном, потому что они во время протокола говорили, что пойдем купаться, Путин говорит Лукашенко. Так вот, Лукашенко купался в море холодном, а Путин нет. Путин, очевидно, сказал, что дурак, как бы подожду в Сочи здесь, когда потеплеет. Поэтому история вот такая. От них требуют, обижаются на них за Крым, но если мы анализируем так вот в общем ситуацию, ничего не изменилось. Все как обычно. Александр Григорьевич за счет вот этих вот рассказов о том, что злобный Запад, НАТО придет, как бы сначала поглотит и Беларусь, а потом самого Путина вместе с Россией, увозит бабки из Российской Федерации. Такая тактика, она испробована и она пробирована много, много десятилетий уже назад и ничего не меняется. Все эти безумные разговоры, интеграция, союзное государство, это все не ново. И глобально я пока не вижу каких-то изменений. Ну, говорят, что там вот масса кредитов, в том числе предприятиям белорусским, выданы российскими банками, и что они якобы заберут это все. Ну, это же Беларусь, понимаешь? Это вот как раз история, значит, что важнее, один автомат или один миллион долларов? В зависимости от ситуации. То есть, когда у тебя есть в пользовании миллион долларов или там какая-то сумма, ты можешь на этот миллион долларов в соответствующую структуру построить для защиты этого миллиона долларов. А если ты сталкиваешься, вот у тебя, условно говоря, ты, миллион долларов, и чувак с автоматом напротив тебя, одними бумажками тут ты не защитишься от вот этого гопника. И в данном случае, в части Беларуси в целом, не только белорусских предприятий, Александр Григорьевич является вот этим человеком с автоматом, потому что у него силовой контроль. А не является ли Александр Григорьевич человеком с сумкой, с деньгами, да, или с бумагой, а Россия, вот этот гопник с автоматом? Нет, 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 я тут понимаю, что мы же говорим о чем? О том, что, казалось бы, экономическими путями Беларусь вроде как должна быть уже поглощена давно. Сколько было денег выдано со стороны России и Беларуси. Но силовой контроль за этой территорией осуществляет Александр Григорьевич. Он его осуществлял, когда Коля был маленький, Коля подрос, и я не вижу в этом плане изменений. То есть, вот еще раз, я, может быть, ошибаюсь, но пока мне так кажется, что Александр Григорьевич является некоторым, ну что ли, залогом сохранения белорусского государства. По той причине, что вот что будет после него, никто не знает. Ну, то есть, понимаешь, эта ситуация очень такая странная и очень зыбкая, по той причине, что белорусский национальный протест Александр Григорьевич сам раскатал. То есть, они все сидят в тюрьмах, или кто-то бежал. Вопросы белорусского языка, идентичности. Ну, он всячески продавливал русский мир там и продавливает. Ну, то есть, возьмем, например, статус украинского языка у нас и в Белоруссии. Вот, и вот, если для тех, кто у нас там есть уродцы, которые говорят, русский должен быть вторым государственным в Украине. Как результат это, вот смотри в Белоруссии. Белорусского языка нет. А Лавров говорит о том, что это искусственный язык. Ну, потому что русификация после 91-го года продолжалась. Ну, да, он стал искусственным языком для многих. Вот, поэтому я говорю, что эта история, она очень неоднозначная. Но если вот мы фиксируем положение дел на сейчас, то вот так вот Александр Григорьевич продолжает править до Коли. Ну, младшего сына. Ну, знаешь же этот анекдот. До Коли вы будете править. До Коли и буду. Да, но я хочу тебе, кстати, сказать, что много публикаций вышло относительно Коли. Вот после этого визита Александра Григорьевича в Сочи так много, как никогда раньше, да, внимание было выделено именно его сыну, фавориту, что ли, да, Александра Григорьевича. У него есть и другие дети. Но у Коли, как говорят, да, он готовит к интронизации, что ли? Я не думаю, если честно, что это, в принципе, возможно. У Александра Григорьевича два взрослых сына, которые вполне возможно... В Беларуси в теории там тоже какие-то некоторые законы есть. Значит, надо быть немножко старше, чем 20 лет, чтобы там... Ну, хотя, Александр Григорьевич, все можно поменять. Короче, понимаешь, я думаю, эти разговоры, они неуместны по той причине, что Белоруссию планирует пока править Лукашенко-старший. По-моему, он всем объяснил, и в том числе, в первую очередь, белорусам. И продолжает объяснять путем посадок, путем репрессий и так далее. То есть развивать мысль, кто его сменит, я не вижу смысла на данном этапе. И шансов, что это будет Коля, ну, пока, кажется, очень-очень немного. Потому что, понимаешь, такие люди, как Александр Григорьевич, они же просто так не уходят. То есть что-то должно физически с ними произойти. А вот если оно происходит, то это новые реалии дальше. Я не думаю, что это, в принципе, прогнозируемо. Я хочу у тебя продолжить вернуться к теме железного занавеса. Слушай, ну, вот разговоры, ты говоришь, что о союзном государстве ведутся давно, но, как мне кажется, вот тема союзного государства, она никогда не поднималась на такой уровень, да? И даже те СМИ, которые мы привыкли или не привыкли, но называем либеральными, вот тоже эх Москвы, на которые ты, кстати, недавно ходил. Я видел твой эфир, хочу, чтобы ты несколько слов и о нем сказал чуть позже. Все убеждают, что разговоры между Владимиром Путиным и Лукашенко Александром ведутся о создании этого союзного государства. Но если это государство будет таки создано, вопрос железного занавеса, он предопределен, да? То есть нету разговора, что там Белая, не Белая, признают они Крым, не признают. Железный занавес априори уже фактически, ну, да, опустился? Ну, вот мы с этого начали, ну, понимаешь, что такое союзное государство? Это какой-то дикий зверь, как это я уже лексикой Марии Захаровой пользуюсь, который непонятно, что это за союзное государство, в котором два субъекта, независимых которых два отдельных президента. Ну, тут какая-то бессмысленница на самом-то деле, и это какой-то ритуал, который они произносят. Дело в том, что российские пропагандисты, вот даже на фоне вот этой ситуации с самолетом РНР, с Протасевичем, они же говорят не о союзном государстве, они говорят о белорусском федеральном округе. И вот это, наверное, ближе к тому, что хочет Москва. Ну, пока хочет. И, видишь, наш сосед, я говорю про Лукашенко, ну, я не вижу, чтобы он как-то какие-то были предпосылки для потери власти. Понимаешь? Вот я не вижу. Интересно. Поэтому говорить о союзном государстве. Слушай, его создали 20 лет назад. То есть, эта конструкция, которая, когда это создавалось, вообще имела совсем другой смысл. Тогда почему-то Александр Григорьевич думал, что он станет руководителем России и Беларуси. То есть, президентом России, и тогда Беларусь действительно аналогично стала бы федеральным округом. Но история пошла по другому пути. Теперь Владимир Путин как бы к этой идее возвращается. И она нравится современной России. Но в ней нет места Лукашенко. А он против. Вообще, твое общее впечатление о встрече Лукашенко и Владимира Путина? Скажи, пожалуйста. Вообще, когда люди, если они рады друг друга видеть, и проводят многочасовые переговоры, потом выходят в море. Не, ну там два дня это было. То есть, в пятницу началась протокольная встреча. И потом переговоры закончились, согласно официальным данным, где-то в 23 с хвостиком. Ну, фактически за полночь. И потом был второй день. И уже Коля появился. И они сидели у Путина на яхте. Так вот, я просто хочу сказать, что если люди друг друга рады видеть, и сидят за одним общим столом, то принято еду, которая у них на столе, открывать из пакетов, доставать ее. Ну, хотя бы для фотографирования. А если это не сделано, то вот это, по-моему, более информативный момент. Там, если посмотреть на фотки, там, где, на фотографии, где сидит Лукашенко, посередине Коля, и, соответственно, Путин. Еда у Путина, она закрыта в пакете. Ну, вот и все. Что, можно сказать, по поводу впечатлений. Борьба продолжается, геополитика. Я бы хотел, понимаешь, чтобы, а, Беларусь была независимым государством, чтобы у нас с этой страной были хорошие отношения во всем комплексе измерений, не только в торговле. А чтобы это все было, надо, чтобы Беларусь сохранилась. И это в наших национальных интересах. И поэтому вот клемить белорусов в каких-то там ключах, что, знаешь, у нас же украши на расправу очень такие быстрые, что, мол, раз-раз, вот-вот, они там не смогли свернуть диктатора. Ничего, понимаешь, мы все увидели, что, понимаешь, все увидели, что Беларусь – это не Россия. Кстати, это интересный итог этих протестов. Да, их подавили, но белорусская нация, она никуда не делась. Вот, кстати, интересный момент. Ты говоришь по поводу взаимоотношений с Минском, да, официальным. Но для того, чтобы сохранялись отношения, наверное, нужно заниматься своими делами, а не подключаться к санкциям, да, вместе с Евросоюзом и всеми остальными нашими партнерами западными, да, для того, чтобы одного из самых больших наших экономических партнеров, да, Беларусь, не загонять вот в эту ситуацию, для того, чтобы этот конфликт усугублялся. Вот это, кстати, тема нашего предыдущего разговора, когда я говорил, что, ну, пускай занимаются, чем хотят у себя на территории, мы-то чего туда лезем. Ну, видишь ли, я думаю, это вот эта история, знаешь, ты как бы проводишь вот эти параллели, что вот Россия там имеет право, Беларусь имеет там право со своими гражданами делать все, что угодно. Ну, знаешь, ну, это, наверное, нас отличает от животных. И вообще вот эта вот фраза, которая появилась, такое ругательство в России, права человека. Ну, это вот из области, понимаешь, кто-то вот из твоих соседей будет бить жену, детей как бы развешивать на подоконниках. И когда кто-то скажет, блин, ну, так нельзя, так нельзя поступать. А человек, который совершает преступление у всех на глазах, скажет, мои дети, мой дом, что хочу, то и делаю. Ну, вот так. Это точно такая же ситуация. Ну, тогда мы можем ввести заявление в полицию, да, например. Но является ли Брюссель, либо Вашингтон, либо Москва вот этим вот полицейским, на которого мы можем настучать? К которому, да, мы можем настучать. Я не принимаю в данном случае твою лексику. Я думаю, что в ситуации, в которой мы находимся, заметьте, у нас там много было сказано против белорусского руководства действующего. Очень было много сделано. Но по сути, по сути, вот я там видел люди, которые как бы в России, они же все заинтересованы, чтобы Лукашенко был абсолютно изолирован. Тут начали вот эти вот друзья как бы закидывать такие мысли, что вот, Беларусь вышлет украинских дипломатов, вышлет посла, чтобы наказать там за Белавиа. Вообще, по сути, то есть это... Я сразу сказал, что эти санкции против белорусской авиакомпании, они обоюдоострые с самого начала нашего разговора. Но на самом-то деле Украина дальше не пошла. То есть вот белорусы как бы ввели вот этот вот термин, типа, то есть теперь у нас режима свободной торговли нет, и не квоты введены, а как это, ограниченное лицензирование. Ну то есть, короче, поставка чего-то, некоторых групп товаров теперь может осуществляться из Украины на белорусский рынок только там при санкции правительства. Но они как бы эту ситуацию как бы подвесили, что они тоже отвечают, но они не уничтожили сотрудничество, понимаешь, базу не уничтожили. Можно же было вообще там шашкой махать, и нам можно было махать, и так далее. Поэтому я все-таки исхожу из того, что как бы каждая страна обозначила свою политическую позицию по отношению друг к другу, но в части того, что бабло, экономика это бабло победит, шансы есть. Вот у нас, видишь, понимаешь, тут все очень сложно. Потому что, допустим, враг государства украинского, Виктор Владимирович Медведчук, он ЖКУ, то есть я такую формулировку использую на основании обвинений, выдвинутых против него, украинскими спецслужбами и правоохранителями. Он же вот это бабло делал во многом через Белоруссию. И встречался с Лукашенко тоже. Там было немножко дальше. И как раз там эта история, она намного сложнее, и не все на поверхности. Но я так думаю, что к какому-то деполитизированному отношению, отношениям торговым, мы можем выйти в конечном итоге. Ну, так мне бы хотелось бы, чтобы в результате путинские кумовья не напитывались деньгами в результате этого сотрудничества. Как оно будет, я не могу судить, потому что, видишь, ситуация такая вот быстро меняющаяся. Меняющаяся, но свое мнение я по этому поводу высказал. И я против вот этих вот, знаешь, как мне там иногда пишут, разницы между белорусами и русскими нет. Это одно и то же. Сколько ты можешь их там выгораживать? Ты перестанешь выгораживать преступный диктаторский режим, только когда белорусские танки зайдут в Черниговскую область. Ну, вот, но, как мне кажется, я все-таки не выгораживаю, но я просто смотрю на эту ситуацию, стараясь комплекснее смотреть и делать выводы с точки зрения интересов Украины. Вот и все. Да, национальные интересы прежде всего. И именно от них должно отталкиваться руководство государства, которое принимает те или иные решения. Согласен. Друзья, прямо сейчас нажмите кнопку лайк, нажмите кнопку подписаться. Нам с Ромой важна ваша поддержка. Мы называем вещи своими именами, какие бы эти события, да, вещи не были, мы их называем своими именами на канале Рома и Соболюка. И не боимся все это обсуждать. Друзья, быть свободными на канале свободный. Нажмите лайк, нажмите кнопку подписаться. Нам важна ваша поддержка. Рома, тебе большое спасибо. Хорошего тебе дня и отличного настроения. Рабочего дня. Ну и будь осторожен в Москве. Влад, всем пожелания взаимные. До скорых встреч. Спасибо тебе за разговор. Пока.